Интересно Он носит, конечно, такое затертое достаточно название или концептуальное название как форум, но это практически большая встреча и большая биржа деловых контактов, на которой происходит непосредственное взаимодействие промышленных производственных компаний по вопросу налаживания производственной, именно производственной, в первую очередь, кооперации, партнерства или получения субконтракционных каких-то или поиска контрагентов для решения технических задач, прежде всего, промышленных. Мы называем его форум «Без воды и без лирики». У нас нет никаких пленарных дискуссий, обсуждений, разговоров. Нет. Форум состоит из двух частей. Первая – презентационная сессия. Полторы минуты на представление, зачем ты пришел на форум, кого ищешь или что предлагаешь для партнерства. А далее уже наши специалисты заранее готовят по представленным анкетам или профилям клиентов именно встречи, и уже происходят предварительно подготовленные переговоры, на которых технические специалисты работают над задачей, которую они поставили себе в рамках участия этого форума. Я посмотрела статистику за прошлый год. В прошлом году мы такой формат впервые ввели. Мы сами его придумали, разработали. По итогам четыре форума прошло в течение года. Ежеквартально мы проводили их. По итогам у нас 180 заключенных договоров между компаниями именно в производственной сфере. Там все. Замена каких-то деталей, логистические решения, изменения технологий, которые могут быть применены на том или ином производстве. В этом году мы провели два форума. Летом мы посчитали, что активность... Мы не видели особой активности и запроса на такое взаимодействие. Поэтому в этом году два форума. Но последний форум, который прошел буквально на днях, 7 числа, он показал резко выросшую активность предприятий не только Калужского региона. В этом форуме у нас приняли участие компании, даже делегация самая большая, Липецкая область, Орел, Брянск, Тула, Нижний Новгород, Серпухов. Вот такой большой был интерес. Люди уже ищут возможность принять участие. Мы вынуждены были за несколько дней закрыть регистрацию, потому что все контакты нужно подготовить. Всю информацию нужно обработать и нужно обеспечить, что все прошло по времени конкретно. Сколько всего участников было? У нас было более 100 участников. 80 компаний производственных и промышленных принимали участие. Это самая большая цифра за два года, как мы работаем. Вы говорили, что никакой лирики там не было. Что было? Как это все проходило? Ну, собственно говоря, из лирики мы ввели одну такую практику. Наши коллеги-партнеры из федеральной структуры провели им такую 20-минутную презентацию с информацией, где разложили полностью сейчас ситуацию с трендами в кадрах именно для производства, для промышленности. Это самая серьезная проблема сегодня. И практически она во всех регионах. У нас она тоже стоит достаточно остро. Как работать? Как сохранять лояльность? Где искать? Как работать с потенциальными соискателями профессии? Вот это было единственное отступление, 20-минутка, которое мы позволили сделать, потому что в зале находились не HR, которые вроде бы должны это слушать. Нет, они люди умные, они давно это уже знают. Там были технические специалисты, главные инженеры, генеральные директора, технические директора, руководители опытно-конструкторских бюро, технологи. То есть они получили информацию, потому что они являются заказчиками для формирования поиска вот этого персонала, которого страшно не хватает. Дальше идет полтора-минутная презентация компании. И все. Дальше объявляется краткий перерыв. Постоянный кофе-брейк. Мужчины должны хорошо питаться, потому что это в основном мужской форум. Соответственно, везде начались неформальные, можно было неформально переговорить, пока люди чай, кофе пьют. Расслабленные генеральные директора, лучшая добыча для потенциального партнера. А дальше начались уже конкретные переговоры за столами. Сидят люди, они, кто-то приходит с чертежами, кто-то приходит с пакетом и набором технологической документации, кто-то приходит с каким-то маркетинговым предложением, кто-то вручает свою информацию. И вот идут эти переговоры, более трех часов длятся уже непосредственно. Вот эти переговоры ты можешь, мы не прекращаем. Нет у нас ограничения по времени. Нам важно, чтобы люди получили возможность переговорить, встретиться, пообщаться и достичь некоторых результатов. Поэтому время для них не ограничено. Работайте сколько угодно, мы рядом с вами. Все по делу, все быстро. И еще я знаю, что экскурсии на предприятии были тоже. Дело в том, что для липецкой делегации было 12 компаний. Мы понимали, что они приехали к нам в рамках организованной бизнес-миссии. И, естественно, у них появились интересы уже и в рамках переговоров, и в рамках еще подготовки этого мероприятия. Мы договорились рядом с наших компанией, три компании. У нас встречали липецких предпринимателей по направлению, строго по конкретной теме. Где-то была экскурсия, где-то были переговоры с руководством, где-то решалась уже конкретная задача по применению технологий. И тогда работали уже технологические группы. А как у нас вообще обстоит дело с импортозамещением? Сегодня программы идут, есть финансирование программ. Это идет все непросто. Мы действительно во многом отстали. У нас стандартно есть отрасли, которые демонстрируют высокую степень готовности. Прежде всего, мы можем сказать, что в военной отрасли все-таки у нас сохранилось направление. И даже наши калужские предприятия демонстрируют все неуспехи в этой области. Мы знаем и композитные материалы, мы знаем супер по стеклам. У нас есть компании, у которых есть технологии, которые обладают они. И теперь наша задача, как можно шире этот коридор открыть тем компаниям, у которых есть что-то наработанное, проверенное, отработанное годами, теперь предложить большие корпорации, большим промышленным компаниям. Раньше вот такие встречи кооперационные происходили немного, знаете, в таком снобистском формате со стороны крупного промышленного бизнеса. Ну что нам может этот вот какой-то малый производственник из Калуги предложить, когда мы можем выйти на рынок и купить в Германии, в Италии, может быть, в Лонконге. Ну уж там, тогда все-таки Китай был на втором месте по востребованности в некоторых отраслях. А сегодня понимают, что да, есть возможность оптимизировать затраты. Это тоже одно из направлений бизнеса очень важное. И логистическое плечо, стоимость логистики, доставки определенного изделия может быть гораздо выше, чем то, что произведено здесь. А вот хороший метод импортозамещения, когда мы технологии, приемы, которые у нас демонстрировали на производствах классные крупные зарубежные европейские предприятия, которых у нас было достаточно много, вот теперь мы эти методы переносим на наше взаимодействие между крупным и малым бизнесом. У нас была в этот раз еще одна секция, где фабрика процессов или технологии бережливого производства была полностью применена, вот как в интерактивной форме такая деловая игра с компаниями, которые пришли на наше мероприятие. А вел его коллектив, который ранее работал на самом крупном нашем автоконцерне. То есть это тоже импортозамещение. Мы взяли что-то лучшее, у себя отработали, посмотрели, что нам подходит, что нет. Это тоже в услугах импортозамещение проявилось. Ну, еще у нас, скажем, наглядно я вспоминаю проекты, которые по импортозамещению, прям первые были заключены договоры. Это работа в области пластмасс и замена части изделий, которые поставлялись из-за рубежа нашими компаниями для наших производителей. Это было быстро, хорошее оборудование, коллектив сохранился, перенастройка, отработка определенных технологических карт, конструкторской документации. И вот уже тот, кто раньше поставлял на автоконцерн для автомобиля, сегодня работает на другую компанию, поставляя определенные части, которые позволяют использовать 3D-моделирование или работа с различными формами пластмассовыми. Все больше и больше говорят о поддержке малого и среднего бизнеса. Вот как с этим у нас в Калужской области? Ну, когда много говорят, всегда надо оценивать, что происходит на практике. Действительно, выделяются, каждый год выделяются суммы на поддержку малого и среднего предпринимательства, больше и больше, там увеличиваются направления. Но ведь дело в том, что регион сам не может позволить себе все те суммы, которые дают ему возможность получать софинансирование из федерального бюджета. Очень важно, как федералы какие направления определяют для поддержки. Есть сегодня, опять же, разбирали тоже региональные меры поддержки. Что бы наиболее востребовано? Деньги. Деньги. Дешевые деньги, длинные деньги. Как это понять? Это, прежде всего, государственный фонд поддержки предпринимательства, займы, кредиты, перехватицы, микрозаемы. Фонд развития промышленности, низкая процентная ставка, длительный срок и очень хорошее консультационное сопровождение. Это на первом месте занимают вот эти направления. По второму направлению это компенсация затрат. Вот это тоже очень любят компании. Почему? Потому что тебе поступают живые средства, которые ты можешь использовать для развития своего бизнеса. Может быть, для каких-то кассовых разрывов, а может быть, для старта нового направления. Это так называемые гранты и субсидии. Это тоже востребовано, и всегда их не хватает, но это исключительно потому, что аппетиты растут, направления растут, необходимость растет. Поэтому это направление идет совершенно замечательно. У нас не поступает сейчас жалоб или каких-то запросов, что что-то делается не так, чего-то не хватает. Тем более, что добавляют каждый год новые направления. Помогают уже и самозанятым. Идут так называемые социальные контракты для некоммерческих организаций, гранты для некоммерческих. Фонды всевозможные действуют. Сейчас важно получить вовремя информацию и не лениться поработать над заявкой. Где получить эту информацию? Ох, где получить? Ну, наверное, у всех есть интернет и поисковая система. Достаточно набрать сочетание тех слов, что тебе нужно. Грант на открытие своего дела в Калужской области. И тебе выскочит вся линейка, собственно говоря, всех тех точек, тех информационных ходов, где ты можешь войти и посмотреть, и выбери, с кем тебе работать. Нужны там длинные дешевые деньги для реализации промышленного проекта. Выскочат тебе то же самое фонды, государственные фонды, консалтинговые структуры. Такие организации, как ТПП, это уже предлагают консультации свои, чтобы тебе помочь в этом вопросе. Сейчас, когда я слышу, что мы не имеем информации, я, как и последние 7 лет, говорю, нет, информации полно. Нужно просто, вот, наверное, встать с дивана, вот так вот, хоть одним пальцем доползти до компьютера или какого-то входа в интернет, или телефон взять в зубы и напечатать одним пальцем, и ты получишь массу информации, а с ней уже можно прекрасно работать. Спасибо вам большое. Это была программа «Интересно». До свидания.